Тим Старк 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 Вот какого героя решают взять Уплотняются очень сильно, конечно, у нас тут товарищи Из Старк Потому что все-таки Венга Туск Вайпер Уже такой плотный пик Да, это... Ну, Тускар, в принципе, он не слабый по своим статам Так у него еще есть Сноубол За счет которого он жестко сейвится Есть Венга, о которой я уже говорил Насколько она плотная Ну, то, что если она играет в кэри Это вообще хрупкая девушка С которой не так просто справиться на практике Ну и Вайпер О Вайпере вообще можно долго говорить Что это герой, на которого, пожалуй, в последнюю очередь В принципе, стоит нападать зачастую Потому что проблем от него еще не так много, может быть Именно в плане какого-то дэмэджа А вот забрать его первым Ну, можно слишком много ресурсов потратить на это Ну да Хотя казалось бы, всего лишь-то Сопротивление магии Это замедление атаки Но этого достаточно бывает Чтобы просто не получалось убить эту зеленую каракатицу Ну, я так понимаю, у него там и статы нормальные И плюс ко всему он еще довольно-таки собирается плотно И Оракул Вчера, кстати, были, по-моему, Оракулы Ммм, Оракулы Оракулы были, да Играл Кингер на Оракле И очень хорошо играл, особенно Хорошо это работало в комбинации именно с Даззлом Но я уже несколько раз Обсуждаю тему Оракулы Каждый раз уверен Опа, дровка Каждый раз убеждаюсь Еще раз в своих словах Что Оракулу нужна какая-то комбинация Сам по себе он абсолютно бесполезный Например, Оракул плюс Даззл Комбинация двух саппортов Вот она реально жесткая Да, очень крутой подсейв То есть в момент, когда герой выходит из вот этого Из вот этой жести, когда его должно добить Ну, после ультимейта Оракула На него кидается еще этот Грейв Ну да, и плюс лечение в ультимейт А, оно X2 Да, оно X2 И в общем, в итоге фиг кого убьешь Вот как раз вчера так и играли У нас элементы Против кого же они играли? Против Веги Да, против Веги А он там получается герой невидимый Но его можно просветкой просветить И там какой-то акс его может добить Коингблайдом Да, да, да И это возможно Так, ну вот, кстати говоря Вот это суровая Довольно-таки будет Комбинация с Урсой Урса такой сам себе Сейв за счет энерейджа Ну вот да Это уже похоже на какую-то правду Действительно Урса может прыгать Вначале под энерейджом драться Потом получать Флс промайз этот Еще драться Если ее еще выхилят в этом флс промайзе Она появится там Снова С большим количеством хп И сможет еще драться Это уже интересно Прямо есть ложные обещания Ну типа того, да Но сама по себе Урса здесь Пока не выглядит крутым героем Опять Очень похоже на Предыдущую игру Много слишком героев Которые кайтить Могут тебя как-то Замедлять И против милишников Конечно Не так много Как там Но Туз Квинга Все еще здесь Кстати Магнотавр Могут все равно взять А кстати У дровки У нее теперь С агонимом Появляется Сплэш Там да Вот дровка С агонимом И магнотавр С агонимом Это как бы Такая Возможная Луна Получается Там очень много урона Очень много урона У дровка С этим агонимом В общем дровка С агонимом И с мьолниром Вот В какой-то драке Такой плотный Дэмэдж просто нереальный Потому что С этих стрел Могут вылетать молнии Корбоэффекты работают Да И чисто теоретически Может вылететь Три молнии Одновременно Например Представляешь себе Что такое Три молнии Получается Три выстрела Она делает Ну да Три молнии С ее скоростью Атаки Они могут летать Очень часто Да Это круто Это очень круто Ну и вот с Магнусом Я как раз тестировал В видосе Вот в последнем Который я на канал Выложил у себя Было там у меня Этот момент Дровка просто С агонимом И мьолниром Под Ультиме Под умпавером Магнуса Вот этим с агонимом И Притянув пятерых героев С тарасками У всех Три К плюс ХП В общем она их За 4 секунды Фактически убивает Просто убила Всех Вообще Одна Такого урона Мало кто может Вписать Но тем более Учитывая что у него Просто был агонимом Мьолнир То есть это зак Даже не на 10 тысяч Ну почти Или стоит Подожди Сколько Мильдер стоит Ну да Получается Не ну понятно Что у него будет Еще power 30 Там еще что-то будет Какая-нибудь хрень Ну да Такой Три плав Три плав Сложно Дрой рейнджер В мид Видимо И вайпер На легкую Как-то так Да Это интересно Ну и Дэмэджа у морфа Будет много Дэмэджа от дровки Дэмэджа от ринги Прямо скажем Морф Ну Если он будет Собираться в физику В какую-то То сможет И очень неприятный Опять для Урса Герой Этот морф Он еще и в Этериал Может сделать И себя сейвить И кого-то еще И у него есть волна И репликейт И какая же это боль Для Урсы Да Ну кстати говоря Возможно что это морфлинг Именно тот самый Хардлейн морф Просто-напросто Ну то есть Бисмастер забанили Для Трикси Он говорит Хочу другого героя Со стороны Четыре секунды Да и морфа То есть Тоже вероятно На Сказал ему Вуги Буги Буги-вуги Ну и чем же ответит Эльсука Эльсука думает На что нужно Эльсуки Эльсуки бы Вмитал кого-то взять Почему Эль Я не могу Это какое-то Вот это опять Магическое Сочетание слов Есть Есть кстати Один Крутой Крутой Стример Который Спидранит Там Всякие Игрушки Он Мексиканец Но он Поляк по Происхождению И вот он Был бы Мог себе Похожие Не к ней Взять Ну В общем-то Может это он И есть Суприм Будет играть На Сайленсере Сайленсер Кстати Испокон веков Неплохой персонаж В миде Против Вайпера Потому что Ну у нас же Дровка будет В миде Вроде как Ну да Но мне кажется Что они все-таки Подумали Что это будет Вайпер А Дровка Пойдет на легкое А морфлинг Сложное Ну в общем Тут все друг друга Запутали Ну кстати Сайленсеры Против Дровки Хорошие есть Естественно Он еще лучше Против нее И он просто Может заплевать Закидать Так Ну что Долго очень думают Да Но Мне кажется Это время Тоже им надо Подрезать Но тогда Мы будем часто Видеть паузы Потому что Даже так паузы Часто ставятся После пиков Зачастую Для того Чтобы там Что-то там Обсудить Или Поговорить Или просто Там Кто-то Куда-то уходит Здесь Могло бы быть Все еще Быстрее Так Ну и давайте Давайте посмотрим Кто у нас Кого взял Итак Льцука играет На Байне Где-то мы это уже видели Суприм На Сайленсере Ниша На Слордаре Экзотик Дир На Урсе И Сасу Будет играть На Оракле О боже Оракл В СМ Хайп О боже Буги На Дроу Рейнджер По-моему Это вот как раз Оксия На Винге Немфи На Вайпере Валикс Подписался Своим никнеймом И он будет играть На Тускаре И Трикси Будет на Морфе Да Здесь с сапогом Очень действительно Похоже Причем по-моему Одни Одни были из тех Кто очень часто Использовал Вот этого Парня Ну ладно Давайте посмотрим Как это все будет Выглядеть Ну так и будет Да Он соло Пошел Просто сложно Будет там Селедка Селедка Идет в лес Смот Смотрит На все это А че она туда пришла Кстати говоря Сельдь могла Заманить Если в логе Пошел на рону Тут такая сельдь В спину Уже выплывает Мне кажется Стоит вот здесь Дайром сделать Проход А вот этот Там как-то Убрать Чтобы прям Балансно Выглядело Ну да Может быть Но не надо Уже настолько Одинаково делать Неинтересно Так-то можно Просто отзеркалить Карту И сделать Такую же Просто Так и Рошан Тут будет Второй И все дела Ну да Действительно Так будет Не очень интересно Баланс балансом А если будет Неинтересно Это будет Не очень круто Так Ну и что у нас Я уж тут не помню Что у Оракула И что Первый у него Это по-моему Это Пурдж Да Второй Это типа Стан Ну замедление Передвижения Точнее Плюс Пурдж Плюс Дэмэдж Второе Это штука Которая Наказывает Полную Магическую Неуязвимость Но не дает Бить И по-моему По физике Увеличивает еще Не увеличивает Было бы жестко Это увеличило И третий Это соответственно Вот этот вот Супер-пупер Нюк И также Неплохой Хил Точнее Супер-пупер Хил В общем-то Потому что Хилит 400 ХП На Седьмом уровне Да Ну дамаж И вот Ну как раз Сочетается Очень здорово С фейт и диктом Ну да Можно своих Очень неплохо Подвечивать друзей Вообще Это такой Персонаж У которого Так Ильсуку У нас тут Смотри Накинул Него Бить не дает И избивает Неплохой Прием Ох как Он мансанул Все пошли В одну сторону А он в другую Вот это фишка И сейчас еще И Вингу Может убить Нет Винга Уходит Все уходят Слардар Не уходит Слардар Такой медленный Нужно ему Какой-нибудь Сапог себе взять Ну Конечно Тут он здорово На 150 голды Сапог не копишь Здорово Здорово Размансил Тут Бэйн Так он просто Он сделал Буквально Один там Шажок Направо Все побежали Сразу Оббегать Этот лес Он просто Ушел влево Ну да Ты же Играл Давно Еще в Варкрафт И в доту Наверное В первую Ты же играл Правильно Там же В принципе У всех лагало И там Это дефолтные Разводы были Побежал Типа нажать Направо И там У всех Пинг Такой Что Все типа Типа ломанулись Особенно Если ты хвост Ох Поживает О да И все И все Типа Заносят На поворотах В общем Казалось бы На любом пинге Не должно Такого быть Надо Более Не ну они Развернулись Они развернулись Быстро Но там уже Крипы Все заблочили И надо было Оббегать С другой стороны Не могли В этот проходик Лезть И Слардар И еще бил Смотри Дабла Двух фиолетовых Друзей Нормально так Разбирается Ну сейчас Нишу Могут Убить Нет Могут Сейчас остань Троих И покатился Селеночка Ах Сбили хилку Сбили хилку Ну теперь Бен остается И у него еще есть Отхил Он отхиливается И здесь же приходит Боже мой Венга проедает Что-нибудь Сделайте С этими ребятами Ну короче Если вы хотите Сделать героя В доте И чтобы он Хорошо стоял На линии С хорошими статами Он должен быть Фиолетового цвета Обязательно По другому У нас есть Получается Дарксир Бэйн Свардар Больше нет фиолетовых Да? Ну может быть Что-то еще есть Надо сейчас подумать Ну зомби Не фиолетовые Да пока Пока это все Что нам удалось вспомнить Пишите в твиттер Нам фиолетовых героев Которые А ну фиолетовое Ну да Войда Теперь воид Вообще Какой-то дикий Он Кстати говоря На линиях Он теперь В начале Реально будет Круто меняться Своим новым Таймволком Ты там вообще Забей На самом деле Ну марфет Рикси за все время Играл два раза И проиграл Я успел прочитать Быструю стату В твиттере Не дочитал до конца Правда Но Она говорит А много мне кажется Уже неплохая статистика Один в один Стоять против фурса Естественно Стоять вообще Невозможно Марфу здесь Против фурса Она просто На тебя бежит И все Ты ничего сделать С одним не можешь Да И особо Никаких бонусов Не получаешь От дровки Ну достойных Тяжеловато Все-таки Ну да Девять урона Много тут Не дадут Тебе Пока вообще Хорошо все Альтернет Потому что Они выигрывают Таблу Свою против Триплея И на остальных Линиях Чувствуют себя Очень неплохо Суприм Мид тоже Плюс-минус Выигрывает Ну потому что Ему помогает Собственно Оракул Ну и Нижнюю линию Они тоже выигрывают То есть как бы Выиграют все линии Да И вот как раз Тут можно Комбинировать Уже Оракул Свой третий С первым Для того чтобы Харасить Не давать Ну Пурджом сбивать Хилку И при этом До этого Харасить Третьим с пылом Ну или просто Можно убить В конце концов А мертвый Не полечишь Как известно От нуля Не лечит Ну зачастую Оракулы Ну проще Добить же третьему Он мгновенно Там кастуется Если мало хп Его именно Предпочитают Так Ну пока что Он вот заряжается Так Замедляют на эффект Кстати говоря Его сейчас могут Тут плотно принять Суприм его Накрывает И Ой Что он тут Он кастанул Второй Накатывается Вообще Валикс Опасно Это Опасные действия И Немфи Сейчас может встрять Но нет Нет Живет Живет И Валикс Еще и ферстблот Зарабатывает Офигеть И Немфи Уходят На пить Да че Это Тракал Он какой-то Так себе Странный Парниша Ну вот он Потратил Второе Второй бы ему Как раз таки Мог помочь Ладно Драка Там сверху Началась Пока нет Тускую И там Опять Селедка Всех Ставит Эль Сука Забирает Фраг Эль Сука Да Он Хорош И опять И опять И опять И за ним И за ним И на ТПшку Развел В итоге Смайта Ну я чувствую Этот Слардар Прям он Комфортно Себя чувствует На верхней линии За Радиант Особенно С лёгкой поддержкой Ты знаешь Как в КСе Ну кто-нибудь Держит точку Уже Четыре года Просто на ней Стоит На Дасте Где-нибудь На Б За ящиком Так же Такое ощущение Что он на этом патче За Радиант За Радиант Именно в этом патче Вот на этой линии Да Учитывая Что патчу Два дня Но он реально Как-то прям То он в лесах Где-то ползал А Джон В прошлой игре Устраивал Да конечно Он и герой тот же То есть возможно Ещё и герой Нужен именно этот То есть именно На селёдке За Радиант На сложный А представляешь Какой будет хаос Если в какой-то момент Вот в начале игры Сюда придут крипы Вот в этот лесок Да начнётся Столпотворение А он просто На втором левеле За счёт спринта За счёт того Что есть Прохождение через крипов Просто убежит И там все умрут От крипов От каких-нибудь Вообще да Достаточно интересная Возможность может быть Серку снова Какой-то замес Снова вуки убивают И вот он сейчас Могут распополамить Ну да Вуки умрёт А Элисука-то Мне кажется Ещё и не умрёт Он сейчас одному Сон может дать Так а сейчас же он Сон не дал У него что-то Тиммейты уже пролетают Ну всё Тут сейчас и так Они ещё не поняли Что пахнет жареным Уже заряжает Аракул Ой хороший Какой этот Пуржик-то Фортун Сент Он называется А вот сейчас Сон он дал И тем самым Спас Вингу Потому что она Забейдл Стан В нише Элисука Соберись Братан Что ты Тут на самом деле Два таких героя Ну как бы Бэйн это герой Которым реально Можно заруинить Многое Но вот Аракул Это герой Которым можно Им реально Если вот просто Тыкать Им можно сделать Хуже Гораздо Чем Ну помочь Ну да Можно своего кэри Заставить Не бить Вообще там В драке Потом можно Убить Какого-нибудь Сего героя Префайн Флейм Засадил кэри Кастанул Фортунэн Задиспелил Какую-нибудь Дико негативную Хрень На враге По идее Не диспелит Негативный В доте же Это убрали Это как Знаешь Раньше Эх Эх Действительно Очень жаль И скастовал Инвиз на себя И ушел Вот это вот Такая Вишенка На торте Всегда Которая есть Валикс Поставил Вардик Увидели Здесь Суприма Суприма Ну смотри Альтернейт За счет Тут игры Ниши И Вейна На сложные Они сейчас Очень неплохо Счувствуют Полторы тысячи Ведут Хотя никаких Товров И даже Близко Не падало Чисто на линиях Отыгрывают Так Ниша Пошел Здесь За Вингой Получается Стан Получается Шар Так Пошли Поехали За ним Здоров О Как он Что Его Гастом Выкинуло Да Ладно И он Уплывает Так Жми Суприм Подрук Ты че Не Жмешь Под Тычечку Так А тем Временем Эльсука Господствует Он Забрал Вингу Эльсука Господствует Ну так И есть Мега Убийство Ну Хорошо 4 0 Хорошая Дабла Несмотря На то Что Они Вот Так Вот Меняются Они Заставляют Трех Героев Все Время На Этой Линии Держаться И еще Размениваются С ними Из-за этого Дровка 2600 На Творца А урса 3800 А урсы Тут все Вообще Шоколадно А что Там Кстати Говоря У нашего Друга Морфат 2200 Ну Держится Более Менее Хоть что Да Ой Глобал Шикарный Не дали Винге Подсейвить Дровку И дровка Опять Умирает Просто Конвейер Фида У дровки На этой Линии Так И туда Еще и Оракул Идет Просто Добить Есть Вард Он Кстати Вкачался Purifying Flames На 2 Чтобы Ну Он Сильно Сильный Нюк На 360 На Четвертом Левеле И Кулдаун Очень Маленький То есть Там Можно За 5 Секунд Нанести 720 Урона И Сразу Это Все Сдиспелить Весь Ну Так И Да То есть Parry Flames Всегда Макс На Этим Героя Просто Потому Что Это Нюк Как Минимум Это Добивающий Нюк То есть Можно Дать Его В конце Чтобы Никакого Хила В принципе Не Диктом Накастовать Столько Хила Можно На Кэрри Что Просто Забей Или На Убегающего Два раза Можно Кастануть На Своего И Там Будет Опять Же Реген В 100 ХП Секунду Как Алхимик Будет Так Сордар Опять Пошел Но Получается На Гаст Развел Профессионал Сало Сало Дровки Вынуждает Потратить Здесь Все Дежурит Уже Но Оракулу Пока Здесь Три Героя Урси Ничего Не Угрожает Потому Что На Миде Вайпер Никуда Не Уйдет Более Того Вайпер На Миде Ну Он Не Выигрывает Мид Прямо В Миссину Я Смотрю Где Силенсер Вообще Его Опережает Для Вайпера Это Плохо Вайпер Должен Доминировать А Что Мы В итоге Так Кажется Ой Середочка Погибает А Да Фортун Сент И Разменяли Ну Хотя бы Разменяли Правда Сюда Пришел Еще Силенсер Ну Странное Да Оракул Дежурил Дежурил Но Не Надежурил Ну Да Мог Он 100% Спасти Если бы Накинул Фейт Эдикт Засейвил бы От стана Лишнего Ну От Дэмэджа И Нахинул бы Хил Сверху Да Там Б Силен Еще бы Не Умерла Еще бы На Да Ну И Здесь Пока Что Все Очень Неплохо Герои Приятные Против Пика Ну Учитывая Что Это Морф Не Кэри А Морф Такой Непонятный То В принципе С дровкой Урса Справляться Может Неплохо Боракул Хорош Селедка Хороша Сайленсер Все Есть И Мемфик Медик Да Его Что-то Дали Сон Но Как-то Рановато Видимо Немножко Поспешил Здесь Эльсука Но У него Будет Еще Одна Возможность Хотя Уже Не Нужен Никакой Даже И Сон Здесь Просто На Эльфер Подает Его Сейчас Быстро Убьют И Уйдут Не Получается Убить Быстро Кстати Говоря Эльсука Мегакил Еще Сон Смертоносим Так Можно Еще На Развороте Вот Убивать Но Это Уже Колоссальный Плюс Это 3 Тп Плюс Ко Всему Еще И Фраг На Вайпере И Сейчас Можно Просто Стянуться И Дровка Там Фармить Не Сможет Бедная Несчастная Да Урса Уже Покупает Блинг Это 12 Минута Уже С Блинком 10 Уровень Не Все И так Должны Понимать Что С Таким Фрифарм У нее Уже Блинг Должен Ну Да Что Он Тут Играется В Одиннадцатый Левел Ну Иди Купи Блинг Напади На Марфа Погрызи Заставь На Базу Свалить А Потом Пойти Что Немуд Сделали Полезное Не Хочет Марфа Грызть Правда Но Пойдет Сразу Делать Что Полезное Значит Бежит На Фризах Опа Вот Они Идите Сюда Даблстак Мелкий Крифор Прошел Сделать И Тони Сделал Сто Время Слардар Остается На Фрифарме Наверху Да Боится Экзотик Дир Здесь Снизу Просто Все Исчезли Да Потерял Много Людей На Карте Объективно Слардар Фрифармит Наверху Предположить Что соперник В этот момент Вот Находится В этой Позиции Ну Практически Нельзя Потому что Это Глупость Ну Они Теряют Очень Много Времени Они Не делают Ничего Но Так И Получается И Поэтому Урса Прячется Она Все Делает Довольно Адекватно То есть Ну Ей Страшно Никого На Карте Не Видно Ну Сейчас Она Увидит И Саппортов И поймет Что Боже мой Что Они Там Вообще Делают И Может Вернуться Ну Нет Она Бежит Куда В Мид 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 Почему Вы Не Убейте Опять же Это Легкие Килы Сейчас Можно Делать На Вайпере Пока У него Нет Никакой Мейки Или Сука Просто Бежал Улететь Но Не Дотянулся Экзотик Дир Просто Переплывает На Топ Может Там Захочет Подраться Руна Богатства Особо Не Нужна Говорит Забирай Ты Забирает Оракул Шестой Левел Оракул Почти Готов Пушить Тяжеловато Такими Героями Никто В О Палится И Все Пошла Бешеная Урса Остановился Это Есть Глобал На самом деле Вообще Бояться Сейчас Альтернетом Нечего Могут Играть Они Гипер Агрессивно Могут Нападать Где Угодно Валекса Видит Экзотик Дир Опять На него Почему-то Тоже Не Хочет Нападать Сейчас Под Глобал Нет Боится Боится И Полетел Теперь Вообще Наверх Очень Много Времени Потерял Но На самом деле Нижняя Линия Вообще Пустую Там Никого Нет Приходится Ну он нигде Не может Никого Догнать Серьез Везде Кричит Но Постоянно Все Убегает Ну вот Кажется Смайт Подставляется Наконец Да Да Его Еще Через Ультимайт Бэйна Забирают Стан На 4 Секунды Вурсу Но 3 0 Охренеть И Находят Находят Вуги Вуги Плохо Стан 4 Секунды Но Вуги Тут Стирают Без Каких Либо Проблем Но И Немфю Сверху Сейчас Могут Стирать Главное Помогать Самому Слардару Чтобы Не Убил Вайпер Хотя Экзотик Дир Всех Подряд Начинает Нарезать Какой Трикс Разворот Экзотик Дир Не Могу Понять Кого Не Хватает А Саленс Он Только Идет Урса Энрейдж Нужно Спасать Есть ли Шестой Левел Давай Давай Спасай Спасай Ну Стан Получает И Минус Энтре Стоит И Взорвалась Да Ну И Арак Тоже Умер Какое Невнятное В итоге Действие От Товарищей Из Альтерна Ну Снова Забавно Погибло После Как Фортун Энд Закончился Просто Лопнуло По Фом Фэлс Промайз Лопнуло Да Ну Странное Да Так Хорошо Пошло Но Это Знаешь Это Вот Такая Легкая Стадия Психа Когда Ты Пробегаешь У тебя Все Хорошо В игре Но Ты Зачем Ты Уходишь С линии Пробегаешь Пол Карты Потом Делаешь ТП На Другую Еще Половину Еще Дальше Еще Опять Бежишь И Убиваешь Какую Одну Вингу Тебе Мало Ты Понимаешь Что Время Потрачено Было Больше Ты Идешь Дальше Ярость Берсерка Короче Это Называется Ну Это Реально Было Так В общем Пока Уже Там Ресурсы Не Хватило Очень Сильно Сальцера В драке Не Хватило То Когда Уже Такой Тайв Идет Глубокий Естественно Там Будут Противники В пятером Ну А вы Нет И Сальцер Даже Не Думал Туда Стягиваться И Он Начал Стягиваться Только В самом Конце И Уже Опоздал Просто Он Просто Пришел Посмотрел Как Умирают Его Последние Люди И Ушел Не Сделав Ни Одного Удара Так Ну Что Юл У нас Собирает Дефолтный Билд На Морфе Это Теул Потом Скорее Все Блинг Купит Тут Ниша Купил Себ Блинг На Снордаре Вот Он Смог Еще Одно Нападение Бешеного Урса Варьера Может Призойти А Там Рошана Сами Идут Убивать Товарищей Старка Мне Кажется Сейчас Тут Будет Заруба А Их Там Видно Да Им Там Сейчас Будет Очень Плохо Если Успеют Конечно Альтернет Они Успеют Ой Ой Хорошо Отбивает Блинги Какой же Мастер Игры Но Все Сейчас Будет Тяжело Какой Офигительный Фортун Сет По троинцами Просто Героем Всех Замедляет И Урса Начинает Разваливать Кабинет Да Ниша Получается Танчик Валикс Последний Живой Последний Живой Конечно Морф Но Его я вообще Не считаю Станчика Но Конечно Это Очень Мало По факту Вайпер Нанес Больше всего Урона Я уверен Что большую часть Пассивкой Вообще Какой-нибудь Может Просто Его Били Все Но В целом Драка Несмотря На Хорошее Начало От Морфа Когда Он Сбил Блинки Все Равно Проиграна И Снова Снова Это Разводило Смотри Как Он Играет С ними Да Такого Морфа Очень Тяжело Убить На Него На Сам Деле Вот В Такой Ситуации Иногда Бывает Проще Забить Потому Что Он Все Равно Пользы Приносит Довольно Таки Мало Иногда Конечно Его Вот Эти Станы Решают Жестко Но Сейчас Так Морф Идет Дальше Станил Суприма Тут Спрятали В Сноубол Слордар Заходит Станет Вайпера Чистый Урон Вайпер Умирает Инга Свапает Уже Живой Труп Добивают Урсу Но Это Только Аегис Это Минус Три Ну Морф Конечно Переагрессировался Своим Станом Тем Временем Дровку Пушит Но За Ней Уже Выдвигается Урса И Получает Газ Забыл Клап Экзотик Дер Сразу Видно Игроки В доте Я думаю Это Еще Долго Будет Преследовать Сначала Клапнул Потом Нажал Фейзы Насколько Я понимаю Теперь Фейзы Можно Жать В любой Момент Ну С Блинком Может Собьется Но С Спылом Точно Не Собьется Не Ни с чем Баши Не сбивается Убрали Эту фигню Ну Действительно Была фигня Ничем Не обусловленная Есть Сайлс Стан Подвоим От Слардара Боже Мой Опять Жек Глобал Под Глобал Разваливают Там Пытаются Что-то Трикси Сделать Избивают Нишу Но Нишу Под Ультимейт Уже От Оракла И Его Тоже Не Взять Еще И Возвращается На Развороте Нефи Повут Убивать Но Блин Нет Спасения Слишком Много Урона Слишком Боже Мой Какой Дэмэдж Засноуболится 9000 Сайленсер 9000 Сайленсера На 20 Минуте 24 Интеллекта Он Может Купить Себе Какой-то Жесткий Артефакт У него 606 Ну Суприм Реально Неплох Видно Что Парень Он Очень Много Сделал В первой Игре Несмотря На Что Они Проиграли Именно Не Просто Там Где-то На Линии А Вот Там Зашел Где-то В Инвизе Создал Ситуацию Это Вот Как Раз Так Самое Главное Для Особенно Для Мидера Ну И В Этой У Него Как Сайленсер Но 606 Стабильно Нигде Не Подставился И О Наконец-то Мы Увидели Эту Штуку О Драгон Лэдс Сайленсер Слушай 730 Ранжа Да Наверное Неплохой Выбор Для Сайленсера Будет Сейчас Учитывая Как Он Лупит Больно И Какой Он Тонкий Ну Хотя Он Не Такой Тонкий Но Все-таки Подставляться Ему Нельзя Если Подставиться То Умрет И Линзы На Бэне Ну Все На Дальность Покупают Такие Чтобы Издалека Расстреливать Двое Будут Вблизи Избивать Один Там Кастующий Парень И Эти Два Издалека Сландар Кстати Мидфармит Поздний Мидасик Судя по всему Если Это Конечно Не Армалет Но Думаю Что Мидасик Хотел Армалет Купил Скорее Он Себе Шлем На Армар Ну Армалет Здесь В принципе Мне кажется Тут Как бы Демиджем Рас Занимается Урса Его Задача Подставить Армалет Он Потанчить Позволяет Тебе Изначально Мол Больше Правда Если Драка Растягивается То Уже Нет Уже Не Больше Так Ну и что Покажите Мне Сайленсера Где Его Чудесный Радиус Новый Ну Давай Ну Нормально Так Приятно Вообще Как Снайпер Представишь Снайпер Так 1080 НЖ Фу Фу HD Фу HD Да Фу HD Снайпер Но Альтернет Научный Горьким Опытом Прошлой Гре Должны Если Ити Сейчас На Рампу То Не Ломиться На нее Не Дайвить Но Они Даже И И И И Дайвить Товар Не Хотят Отдавать Ничего Противнику Так Ставится Шарм А может Быть И Неверно Пролетела Урса Ильсука Уже Здесь Пытался Скастовать Финс Грип Но Не Получилось Тут же Глобал Урс Поднимают Воздух Но Энрейдж Не Задиспелить Бьют Все Экзотик Дира Энрейдж Закончился Но Да Приходит Силенсер И просто Начинает Купить Всех Издалека Подойти К нему Никто Не Может Танкуют Потому Что Урса И Слардар Просто Вдвоем Всех Избивают Да Очень Органично Все Это Конечно Смотрится Сбирают Валекса Ну и Морфу Остается На самом деле Для Полной Комбинации Умереть В репликейт Перейти Ну Морф Снова Где-то На задвор Как драк Ходил Всю драку Кидал Свои станы Но Польза С того Морфа Нет Совершенно Никакой Ну Да Ну Опять же С него Польза В чем С него Польза Если У тебя Есть Вот это Он шмальнул Конечно Из куста Просто Плюнул В лицо Так и было С него Польза Либо Ну Если Подозреванная Комбинация Есть Какая-то И Самое Жесткое Это В лейте Когда Ну В лейте Уже Любой Пик Он Может Накинуться На Одного Героя Убить Внезапно Но Опять же Здесь Ну Вот Зайдет Он В лейт Ну Вот От Этой Плюшечки Летящей Увернуться Сможет Ну Практически Любой Герой То есть Там Среагировать Как-то Я не знаю Можно ли На блинке От нее Увернуться Но Точно Можно Успеть Прожать БКБ Уйти В какие-то Ветра Или Что-то Еще Ну Да На блинке По идее Тоже Можно Это Один из Таких Просто Директ Спилов Хотя Тоже Не Уверен В дота Дота В ней Никогда Нельзя Быть Ни в чем Уверенным Но Да Действительно Так Хотя Все-таки Если Доходят До Глубокого Лейта То Любой Стан Жесткий И Постоянно То есть БКБ Качаются Там Слишком Маленький Кулдаун Да Если Драка Растягивается В какой-то Определенной Ситуации Он Может Ультра Полезен Да Смотри Суприм Что купил Себе Просто У него Закуп Конечно Такой Очень Интересный Муншард Теперь Еще имеется Теперь Он Мне кажется Человек Если Не Играл В Доту Год Он Включает И Он Вообще Не Понимает Что Это Ну Да 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 Рота Патус Никто Вообще Не Покупал В Принципе А Другие Артефакты Человек И Не Видел Их Не Было Да Ну Хоть Увидели Мы Но В любом Случа Думаю Что Ввиду Своей Дешевость Все Так Не Так Будет Буки 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 С первого Шутера Баш Пошло Поехало Да Теперь Еще В этом Патче Подняли Ну То есть Сделали Вот Эти Баш МКБ Они Чуть Меньше Дают Тебе Статического Но Вот Странное Дело То есть Вроде Как Стараются Убрать Там Элемент Рандома Какой То Сделать Там Либо Какое То Большее Разнообразие Либо Так Чтобы Так Ну Тут Забирают Вингу Быстренько Морф Откидывается Либо Сделать Чтобы Там Обе Руны Появлялись Но С другой Стороны Срезают Постоянные Показатели Перманентные Башеру И МКБ И Увеличивают Урон При Баше И Вот Этот Прок Как Он Называется Тру Страйка Не Тру Страйка Ну Когда МКБ Прокает На 100 Урона Сейчас Еще Больше То есть Теперь Получается Если Два Раза Прошел Баш Это Не Просто Два Раза Станщик А Еще Два Раза От тебя Два Куска Огромных Отвалилось Я Ну Это Особо Не Не Влияет Ни На Что На Дистанции В общем Это Примерно Дно И Тоже Вообще Да Большой Элемент Рандом Добавился Я Сейчас Видел Как Оракул Пытался Фортун Сэндом Диспелить Стан Но Это Не Работает Но Он Тестит Прямо По ходу Игры Тоже Видимо Как Работают Скиллы Фортун Сэнд Что Диспелить Что Нет Но Это Диспел Диспел Диспелят Стан Диспелят Негативные Эффекты А Стан Нельзя Диспелить Стан Можно Снять Только Двумя Скиллами В доте Ой Какой Хороший Глобал Успевает От Оракула Ну И Что Костанул Хил Урну И Ооо Ну Слушай Комбинация Была Достойная Если бы Он Чуть Попозже Слип Костанул Могла Бы Выжить Ведь Не 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 Я Ну Да Я думаю Нет Хотя Не Уверен Опять Но По идее Нет Было Слишком Жестко Собработал На Сан Ну Видишь Ильсулка Попытался Ильсука Точно Попытался Но Там Байбэк Морф Но По-моему Вот Это Ильсулку Сейчас Зацарило Разбуди Его Теперь Красава Вот Кстати Сон Байда Можно Сдисперед Это Морф Ой Куда Ты Влетел То Друг Да Так Не Работает Оракула Какая Уже Пишут КГ Посреди Драки Ну Тут В общем То Да Тут Все Понятно Так Но Эта Игра У нас Получилось В принципе В одни Ворота Тоже Но Во-первых Это Уже В другие Ворота Что Не может Не радовать А во-вторых Она Как-то В принципе Поинтереснее Была Очень Интересные Нам Линии Показали Сверху Вот этот Бэйн Эльсука И Слардар Которые Просто Не дали Житья Ну В целом Немножко Странный Пик Опять же У Старков Ну Как-то Вот Я не вижу Честно говоря Как все Эти герои Вообще Сочетаются Друг с Другом Вот так Вот По-хорошему Четыре Ранжевика Типа Тве Ауры Ну Вообще Да Ты Абсолютно Прав Это Достаточно Посредственный Набор Персонажей Который Слабо Работает Вместе С другой Стороны Правда Они отыграли Как-то Посредственно Они все-таки Слили Треплой Дабле Притом Не пытались Ничего Сделать И на карте И не просто Сливали Ну и фидели Еще там То есть Умирали Это уж Совсем Последнее Дело Так что Может быть Все-таки Дело В линиях Но Согласен Я что Урсус Лордар Под глобалом Они просто прыгают Начинают избивать Всю эту бригаду И что делать Просто непонятно Тут даже Горден Грифс Некому собрать Учитывая что Туск Он Находится на роли Саппорта И он бы их купил Если то К 45 минуте А значит Что Как бы и от глобала Спасаться почти нечем В общем Ну и в итоге 1-1 И все решится у нас В третьей игре Где нужно будет Все свои лучшие качества Показать Не время для экспериментов Потому что это лузера Ну и после небольшой паузы Мы к вам вернемся